Ой, сколько у меня конопушек, или это грязь у меня тут такая на носу. Ну ладно, будем считать, что это конопушки. Ну что, господа, поплыли. Зимородок прямо около нас. Знаете, почему зимородок? Он зимой рождается, поэтому и зимородок. Доброе утро, друзья и зрители нашего канала «Пощущему веленью». У нас сегодня уже апрель, начало апреля. Весна вступает стремительно в свои права. Уже плюс 4 отходит лёд. Я бегу за живцом. Надо сходить. Сейчас вам покажу. Иду и боюсь. Понятно, что это тает только верхний слой снега. Скоро будет выступать наледь. Но всё равно я понимаю, по моей заветной тропинке здесь очень большая глубина, речка глубокая. Вот так выглядит у нас лёд промоенный. Идёшь, конечно... Ну, я понимаю, ещё 70 сантиметров льда. Ну, тут ещё, конечно, и наледь. Но, ребята, надо быть очень осторожной. Иду к своему заветному месту. Видите, тут тропинка такая волшебная. Вот пока что я сегодня одна. Ну что, будем надеяться, что мне повезёт. Сегодня у нас, по прогнозам, 752 миллиметра ртутного столба. Давление со вчерашнего дня упало на 6 атмосфер было. 758. Ну, не знаю, как такой перепад отыграет на рыбе. Вчера я не смогла приехать. Ну, бог с ним. Посмотрим, как сегодня будет клёв. Рыбачить я буду на червяках. Потому как опарыша у меня нету. Взяла мормышки маленькие. Одна вольфрамовая. Беленькая. И три, ну, таких золотушечки. Вот, грузики побольше. Ну что, пойдём ловить живца. Я в большом предвкушении. Погода очень тёплая. Просто очень тёплая. Вот. Ну и, конечно же, настроение. Большие чаяния на живца. Так, друзья, пришла на место. Значит, вот у меня такие снасти. Очень маленькая мормышечка. Вот видите, жёлтенькая. Прямо заглотушечка. Грузик такой не очень большой. Леска, ну, потоньше, скажем так. Сейчас будем выставлять глубину. Здесь приличная глубина в луночке. Наверное, метра два. Вот. Повторюсь, буду рыбачить на червячка Дендробену. Ну, он, конечно, не Дендробена. Это с осени я заготовила червяков, кормила всю зиму. Черви бесстрашные. Вот идут друзья. Вот. Тоже встретила семейную пару. Но в другое место. Буду там останавливаться. Но я забила там тоже два ведёрка. Посмотрю, где лучше будет клевать. Так, опарыша я не нашла. Вот у меня, значит, с осени живут вот такие вот червячки. Ух ты. Ва. Смотрите. Ва, какой червячок. Придётся сейчас делать больно. Ну, что теперь? У него такая участь. Говорят, у них нет нервных окончаний. Мне всегда очень, очень, очень больно. Я вот вижу, как он извивается. Конечно, самый такой жуткий момент. Жутко неприятный момент. Ну, увы, это жизнь. Увы, жизнь. Люди, хищники, рыбы-хищники. В общем, кто-то кого-то кушает. Ну что, с почином. Так, и сейчас вторую удочку буду выставлять. Так, кладу на дно. Кладу на дно. Так, у меня четыре удочки здесь. Так, ну, что мы тут возьмём? Что мы тут возьмём? Блин, перепуталось тут всё. Сейчас я придумаю, что здесь взять, что здесь взять. Так, ну, давайте вот. Сейчас, сейчас, сейчас. Тут дальше не запуталась. Так, ну и давайте возьмём вот такую вот беленькую вольфрамовую. Она вообще тоже себя хорошо показывает живцовым вариантом. Так, что-то тут, наверное, сносит течением. Сейчас, секундочку настрою поглубже. О, вот так вот пускай стоит. Пускай вот так вот стоит. Обычно приезжала-приезжала на выходные. Только опустишь, уже сразу клевала. Вот видите, перепад давления прямо чувствуется. Ну, ход рыбы в любом случае будет, потому что весна. Так, я, наверное, сразу же нацеплю червячка. Не буду ждать, не буду ждать, ой, не буду смотреть, как глубину тут выставлять. Вместе с червяком пускай выставляется. В общем, наблюдаем здесь. Если тут плохо, переходим туда, где я забила места. Так, ой. Так, а тут вот лунку придётся пробивать. Вот у меня пешня. Хотя у меня есть и, как вам сказать, бур. Но, ура, лунки буквально сантиметра два. Потому что вчера ночью было минус шесть. В общем, промерзания серьёзного нет. Так, сейчас смотрю, вроде что-то клюёт. Нет, это течение. Может, кто-то приходил, смотрел. Так, ну что, опускаем. Ладой вычерпала, рукой вычерпала снег. Вот. Сейчас посмотрим. Если тут не будет. Так, смотрите, у меня тут побег с Шевушенко. Ой, сейчас, сейчас, сейчас. О, побег с Шевушенко. Смотрите, что они творят. Ага, вон они, что творят, мои червяки. О, побежали один сюда, а второй уже тут ползает. Надо теперь смотреть в оба за этими товарищами-то. Так, ну, продолжаю дальше выставлять. Отвлекли меня червяки. На всякий случай их поставила в ведро. Буду уже коробочку с червячками. Буду смотреть, что тут у них. Какое у них вообще тут настроение к побегу. Не хочет у меня разбираться. Разбираться. Здесь у меня, видите, черненькая лесочка. Будем смотреть, на какую лучше. Ну, хотя, в принципе, практика показывает, что если клево идет. Вот видите, ей вообще все равно, на что клевать. Предлагаю понаблюдать. За кивками. Хватит на меня смотреть. Поют птички. Вот, одна удочка вижу в камеру. Так, вот этой вот не видно. Ну, ничего страшного. Хотя бы что-то одно. Ну, вот. Видите, вот на дне лежит. Но пока не очень хочется. Да, все-таки перепад. Давление может иметь место быть. Сказаться на клеве в сегодняшнем. Ну, может, к обеду разойдется. По-весеннему птички поют. По-весеннему вон. Продолжаем рыбать. По-весеннему поменяем червячка. Скоро сиены. По-весеннему Попался вот такой вот маленький пескарик, пока я ходила. Вот такой вот маленький пескарик на живца. Может на белую лучше будет мормышку. Рядом с нами уже вот такая промоина хорошая, сейчас подойду. Глубина метра два, сразу здесь обрыв, видите дно деревянное, на речке очень много топляка. Ну весна идет, да, тут вот еще видите буквально два шага и лунки, уже все очень опасно, все очень опасно. Вот такой вот улов у нас сегодня за полчаса, но рыбка не активна, как я и предполагала. Молчок. Просто молчок. 6 атмосфер много, перепад. Может к обеду адаптируется рыбка. 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 Не взяла с собой червячка на новое место. Рыбка. Попробую поменять червяка, может быть, освежится, клёх пойдет. Как-то даже очень грустно, очень грустно, что оно не ловится. Сейчас будем пробовать в разных лунках. Соседи взяли отцеп для крючков, так что в принципе можно не бояться. Зацепиться можно отбить мормышку в 99% случаев. Ну вот, взяла камеру, рыбалки никакой. Чтобы ушел, нам не надо. Надо, чтобы поймать. Чтобы рыба ушла, нам такого не надо. Нам надо что-то поймать. Поэтому мы меняем червяка. Притягиваем червяка и в этот момент... Продолжение следует... 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 Ну что, продолжаем ловить. Тихая рыбалка закончилась, я тут буду потихонечку себе клевать, ну и буду вам рассказывать о своих ощущениях. Очень тепло, между прочим, пахнет весной, очень много влажности. Ну сегодня хотя обещали по прогнозам солнышко, ну вот солнышка нету, но рыба, рыба болеет. Будем искать, сейчас еще тут посижу, пойду искать рыбку еще, где-то же она двигается в других лунках. Лунок много. Не хочет. Я ее приманиваю, придергиваю. Странное дело, сегодня уже четыре вот таких вот маленьких пискарика поймала. Это отличная приманка для щуки, наживка, ну живец даже точнее. Еще из живцов очень щука предпочитает, ну по крайней мере у нас карася. О, у меня кажется, сейчас поклевка будет. Ну и любая другая беленькая рыбка. Также щуки даем, когда белой нету, окуня ловим. В общем, для хищной рыбы сгодится все, для ее зубов. Ну что, я предлагаю взять паузу, пойти позавтракать. Вот, а тут уже сидит, надо же. Смотрите, а во второй лунке сидит. Вот такая вот сорожка. В принципе, немножко мелковата для щуки. Оптимальный вариант, наверное, сантиметра на два, на три побольше, потолще в спинке. Ну и такая пойдет. И такая пойдет. Попалась на вольфрамовую мармышку. Вот она. Вот она. А тут без поклевки. Сама по себе. Ну тоже вот меленькая. Сегодня прям меленькая идет. Ну, наверное, это хорошо. Потому что крупный жевец тоже не всегда хорошо. Ну, отдай. Отдай. Какая жадная. Так. 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 в общем у нас тут беда приключилась зацепились пока попробуем палкой я держу пробуем палкой и вниз вниз прям хорошо опускать она у нас есть отцеп но что-то он как-то не очень работает не факт конечно дно есть она ушла тихо тихо так сейчас одну секунду дубль два пробуем кулиди держи дно есть тут слушай прям палка на дне рыбка затянула клянула и затянула тогда николай давайте ваша цепь мне кажется убивать надо ну чё нет я прямо не по ней да ну чё нет пошло у нас получилось молодцы ну чё пошло или нет ура мы поймали рыбу кто молодец я молодец 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 ну что продолжаем рыбалку весеннюю на последний лёд добываем солнышко выглядывает 11 часов утра ждем поклевок сейчас буду в одной лунке рыбачить а тут опять нету червячка тут кто-то есть заработала заработала ура отличнейшая сорожка прекрасный размер жерличная сама то глубина метра два так червяк килограмма Порвался хвостик у червяка, порвался, так, ну, тут уже есть, тут уже сидит у меня, опа, такая рыба. Сейчас наладим процесс. Добыча живта из одной лунки, чтобы ничего не путалось. Я, между прочим, спец из одной лунки ловить. Так, ёршика, домой она туда кину, пока живет. И тут не мешает, ой, тут уже, по-моему, кто-то сидит. О, еще один ёршик. И зачем сюда пришел? Опа. Еще один. Все, конец рыбалки. Ёрш пришел. Смотрим, что на белую мормышку. Тоже ёршик. Надо менять место. Надо менять место. Опа. Эта белая. Совсем крохотулька? Не поет. Не поет. Не поет. Дай. Все, у меня хороший размер идет. Некрупный. Все, у меня хороший размер идет. Желтая мормышка лучше работает. А еще какая-то маленькая-маленькая рыбка. Ой, я свое не поймала. Все, надо прекращать рыбачить в одной лунке. Побаловалась и хватит. Побаловалась и хватит. Так, ладно. Сейчас перезапустим в соседнюю. Ой, спасибо. Спасибо. А мне дали апельсинку. Вкусно? Руки с червяками в рыбе. Ну, это нормально. Хай обыкни. У меня получилось. Осень. Я теряю автомобил appropriate. Нервничок совмью 부분. Продолжение следует... 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 А, ну да, такого я еще не видела. Я могла бурить в обратную сторону, но что оно не бурится на реверсе? В обратную сторону это уже аккуратно. Это уже почти профессионал. Да. Вот так, ну тогда червя, червей мало. Рыба. Вот, чтобы хвостики торчали. Ну-ка. Пью, пью, пью. Клюй, рыба. Клюй, рыба, клюй. Мне тоже надо короче сходить. Мне тоже надо короче сходить. Да, да, да. Клюй, клюй, клюй. Это называется на радости. Думаю, попал скорее бурить, а на всяких лютях купил. Да, да, да. Тихо. 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 Там зимородок бегал, из-под удочки червей, семечки, вообще все. Ничего не боялся. Это с коротким квасом? Да, да, да. Они же зимой рождаются эти зимородки, почему и называют, что зимородками. Ага, примороженные точно. Голодный есть нечего, с ушек ему накрошили, он скорее всего где-то нычки сделал. Ага, да рыба не туда завела, там зацеп есть. Короче, она завозится сразу. Тоже, блин, глубоко. Ну, там глубоко. Да, да, почему-то тут глубоко сразу. Ну, там глубоко. Да. Да. Продолжение следует... Продолжение следует... На ведре, конечно, хорошо сидеть, но тяжело все равно в полусогнутом состоянии, очень больно коленкам. Вальдемар мне подарил наколенники такие, на Валдебрисе, между прочим, купили. Сейчас зацените штуки. Две штуки вот такие вот. Сейчас. Ага. Так. Вот так вот. Вот смотрите, вот такого плана наколенники. Очень удобно стоять. Не знаю, как зимой будет, но, по крайней мере, нынче в такую погоду не холодно коленкам. Видите, сейчас еще влажно, мокрая река, ой, мокрый лед, и на сами колени не станешь, когда тебе надо. Поэтому, в общем, вот эта штука сейчас прямо как нельзя. Кстати, спасибо, Вальдемар. Вот, пользуюсь третью рыбалку пользуюсь. Третью рыбалку пользуюсь. Так. Так. Вот такая емкость Субтитры сделал DimaTorzok 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 Да. А почему рыба не гуляет? Как косунку руки возьмут, так он звонит. Как лохомуха. Зацепилась? Да. Что такое? Сейчас. Сейчас. Квартина, давай. Сейчас будем на камеру доставаться. Нет, тут еще мы не пробовали. Да пусть стоит. Все. Пошло? Да. Все. На ступе налет. На ступе налет. А, все. На ступе налет. На ступе налет. На ступе. На ступе налет. Уже. На ступе. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Она не подсекла Вот оно, глянь на часы, читай, сколько точно время Точное время 11.14 Ну после обеда, после двух Ребята, приближается уже к концу моя рыбалка Почти что не клюет Я уже 2 места дислокации сменила Не знаю, сколько живца она ловила, но маленько наловила На рыбалку готово Ловлю тут на 2 удочки, расстояние большое Из нового улова у меня пока 3 живца Вот, ну понятно, что рыбка уже тоже ложится спать У нас полношко садится Сейчас проверю тут Ну, с превеликим удовольствием съездила Вообще просто неожиданно Прикольно, кстати, между прочим Хорошо, что отважилась Хорошо, что отважилась поехать Потому что большой плюс Очень сильно все оттаивает Вот по поводу завтрашнего дня Даже вот Даже вот не знаю Может быть очень даже рисково ехать сюда Вот, ну посмотрю Завтра плюс 13 Сегодня плюс 10 В общем, река с сильным течением Со стремительным И я думаю, что быстро будут отходить берега Ну, толщина льда еще сантиметров 60-70 Вот, ну налить Я думаю, что завтра может прямо выступить Очень хорошо выступить И по сути рыбалка будет уже никакой Вот, ну заключительные рыбки Интересуются червячками Ну, сейчас вот попробую До 10 штучек доловить Время уже без 10-5 Даже уже, наверное, 5 Вот Должен собираться домой На той узочке тоже ничего Ну, вот прямо так К вечеру совсем грустненько Оно и днем-то было не очень И с утра Ну, что теперь У рыбы тоже Разный аппетит Ну что, рыба, клюй давай Сейчас попробуем подергать Может быть На более активную Пойдет рыбка Сейчас попробую Ой Вот камеру убрала Соседняя удочка стала работать Не хочет рыбка на камеру Бастует Сейчас посмотрим Ну вот она там Прямо конкретно зовет меня Кто-то там заинтересовался, ребята Не садится на крючок Не охота ей не есть Не пить Она говорит Собирайся, Аня, домой уже Мормышка лежала на дне Но что-то я тоже смотрю Как-то неактивно Я буду собираться Домой уже Все Рыба ушла на покой Рыба за садится на дне Вот такая вот дорога домой. Как-то, когда смотрела вдаль, всё это казалось очень не так страшно, а идёшь, я уже понимаю, что снег намок, река там вообще прямо очень здорово набрала влаги. Вот там всё время падала с обрыва снежная масса, видите, как отходит от берегов. Так что, наверное, ребятки, если завтра поеду, то рискну, то завтра будет уже заключительный день. Вон, видите, вон промоенный. Вот, здесь ещё пока лёд держит, хорошо держит, но завтра не стоит забывать, плюс 14 будет. Утром шла, проваливалась, ну а сейчас иду прямо плотненько иду, прям такой каток. Вот, ну, как первый лёд, так и последний лёд, очень опасная ситуация. В общем, страхов вам тут показала. Ой, сколько у меня конопушек, или это грязь у меня тут такая на носу. Ну ладно, будем считать, что это конопушки. В общем, иду я домой, она загоралась, свежим воздухом надышалась. Набрала столько положительных эмоций. Очень рада, что я рискнула сегодня поехать на рыбалку. Даже несмотря на то, что атмосферное давление здорово упало, и клёв, в общем, в принципе, даже не предвещал, что он может быть, но мне всё-таки удалось нам наловить, и наловить неплохо живца мелкой рыбки. Ну, кому понравилось. Друзья, до новых встреч, прощаюсь с вами. Вполне возможно, мы ещё завтра с вами увидимся, если я ещё рискнусь сюда приехать. Кому понравилось, пальчики вверх, и подписывайтесь на наш канал по щёщему велению. У нас очень много интересного, мы весёлые, и до новых встреч. Пока-пока! Вот такая вот дорога домой по зимнику. Мне на тундре не страшно, но сегодня утром люди на машинках попроще. говорили, и ныряли, и плавали, а рыба, ты нам всё никак не клюёшь. Да что такое, что такое? В общем, как-то так, друзья. Ну что, господа, поплыли. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok